На улице Быстрецкой кипит работа по созданию Аллеи Славы. Около ста работников трех предприятий Роснефти региона, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Рязань нефтепродукта и РН-смазочные материалы практически в унисон высаживают саженцы пирамидального тополя и крупнолистные липы. Впрочем, это место не единственное в городе. Есть еще локации в Турлатово и на улице Зубковой. Всего же нефтяники высадили 200 деревьев. Основные силы нашего трудового коллектива направлены на переработку нефти, на получение нефтепродуктов. В настоящий момент на нашем предприятии идет большой капитальный ремонт, который направлен на модернизацию нашего производства. Свободных рук и средств у нас маловато. Тем не менее, мы, как социальная и экологически ответственная компания, сегодня находимся здесь, проводим мероприятия по выставке зеленых насаждений. Этим мероприятием мы открываем серию экологических ассоциатив 2023 года. Здесь мы формируем Аллею Славы, дань уважения и памяти, воинам и труженикам тыла, которые в дни Великой Отечественной войны защищали нашу родину, наш народ. Надеемся, что саженцы приживутся и будут радовать нас своей зеленью, улучшат экологию города Рязани. Серия экологических инициатив у нефтяников, помимо озеленения города, включает в себя еще и масштабную уборку. На улице Весеннее, в селах Агропустынь и Заборья. Ну а высадка деревьев на Быстрецкой завершилась традиционным уже патриотическим флешмобом. В этот раз нефтяники прочли по голосам стихотворение Роберта Рождественского. Впрочем, экологическая повестка РНПК сегодня не ограничена лишь благоустройством и озеленением. Нефтепереработчики постоянно поддерживают Окский биосферный заповедник, а со школьниками и студентами занимаются экологическим просвещением. И это сегодня неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики компании «Роснефть». Продолжение следует...